Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В славянском языке, к сожалению, нету рождественского приветствия, подобно как это бывает на Пасху, Христос Воскресе. Но на сербском языке сербы друг друга приветствуют в этот праздник Христос Сироди, воистину Сироди. Мы поздравляем всех вас, дорогие братья и сестры, с праздником Рождества Христова, к которому мы шли 40-дневным постом с 28 ноября, готовились особо усердно и в период даже новогодних праздников. И вот этот день настал, когда мы в том числе можем присоединиться ко всему празднующему человечеству, празднующему сейчас новогодние праздники, и разделить не только праздник этот телесно за столом, но и духовно, молясь и поздравляя друг друга. В нашей предыдущей передаче, которая была 25 декабря, мы говорили о Христе, как о новом Адаме. Так или иначе, пытались подчеркнуть идею Киприана Карфагенского, который говорил, что не усвоено, то не уврачовано. И Христос усваивает природу человеческую не просто отстраненно, не просто созерцательно где-то там с третьего или с седьмого неба. Он спускается, вочеловечивается, воплощается и усваивает в себе абсолютно весь человеческий состав, кроме греха, кроме первородного греха. Это тот Адам, которого задумал изначально Господь. И он проживает некоторую земную жизнь, 33 года, 3 года проповедует, 3 года миссионерствует, 3 года уврачевывает недуги людей, спасает бесноватых. В конечном итоге распинается, воскрешает, возносится, и дальше его учение продолжает жить в людях, в тех людях, которые объединены вокруг Христа. Это по-гречески церковь. Вот сегодня о том, как живет новозаветное учение, как продолжает жить некий новый Адам в нас и среди нас, мы поговорим с настоятелем храма, святителя Николая, чудотворца поселка Береза, с отцом Алексеем Беляевым. Здравствуйте, батюшка. Добрый день, батюшка. С праздником вас, с Рождеством. Ну вот, преамбулу я уже сказал. Насколько мне не изменяет память, вы по первому образованию филолог. Ну, педагог-филолог, да. Вот, поэтому нам сегодня будет, наверное, вдвойне интересно и вдвойне, как сказать, содержательнее говорить о том, как христианство отозвалось именно в культуре человека. И вот мой первый вопрос, ну, наверное, даже не столько вопрос, сколько, опять же, несколько слов, предвосхищающих этот вопрос. Действительно, очень часто, когда приходится говорить о эпохе Христа, эпохе, которая была не так далеко от его жизни, у людей вызывает некий шок, трепет, но они как-то себе до конца не представляют. Ну, например, мы открываем в Евангелии, в Евангелии, там, например, при чуде насыщения питью хлебами и двумя рыбами, есть такая интересная фраза, что, значит, было людей пять тысяч, кроме женщин и детей. И у людей отры, что женщина не человек, там, дети не люди. И приходится восстанавливать определенные исторические и культурные контексты, опять же, с целью подчеркнуть, что христианство произвело определенную революцию. И тот факт, что нас как раз это возмущает, что у женщины нет статуса, у ребенка нет статуса, говорит о том, что как раз эта революция в нами усвоена чуть ли не на ментальном уровне. Давайте поговорим о том, что произвело христианство в историческую эпоху, в которой оно начало жить и развиваться, в качестве вот таких революционных перемен. Ну, вот затронули уж, коли начали говорить о женщинах и детях, что, например, в социальном плане изменил Христос и его ученики, и учение Христа в понимании социального. Что, может быть, изменил в контексте политическом? Какие навсегда вещи из культуры человека исчезли и что на их место было предложено? Глубокая тема, отец Сергий. Кстати, хотел сказать, что в украинском языке тоже есть форма рождественского приветствия. Христос рождается, среда ему его. Встречаем. Ну, вот встречаем. И с чем встречаем? Да, вы правы, вот в отношении неспособности нашей порой сопоставить, в общем-то, культурные фоны современности, европейской, скажем так, вот, вот, культура и правовой, и социальной, и ветхозаветной. Ну, единственное, нам, наверное, в этом помогает вот исламский мир, который сейчас с нами хорошо так плотно граничит и соседствует. И, в общем-то, и на территории нашей страны мы можем, общаясь, видеть вот и семейные уклады, и культурные уклады. Ну, вот это вот несколько так отдаленно напоминает нам контекст эпохи закона, эпохи, в общем-то, вот... Ветхозаветный. Ветхозаветный, да, да. До христианской. Роль женщины, вот, в разных отрывках Евангелия можно увидеть по-разному. Там уже заложены, собственно, естественно, заложены вот эти противоречия, которые в дальнейшем будут раскрываться. С одной стороны, констатируется вот исчисление, предложенное апостолами тех людей, которые присутствовали на чуде умножения хлебов по семействам, по головам мужчин, отцов посчитанные. И, с другой стороны, мы видим огромное количество женщин, сопровождавших Христа, сопутствующих Ему, Божию Матерь и, собственно, тех, кого впоследствии назвали мироносицами. И, тем не менее, мы видим исключительные такие вот события с точки зрения того культурно-религиозного фона, когда Христос допускает к себе женщину-блудницу, умывшую своими слезами его ноги. И это тоже нонсенс, то есть, такого быть не могло. Господь совершает уже такие шаги революционные в этом плане по отношению к той парадигме. Мария, кстати говоря, я прошу прощения, что перебиваю, Мария, которая сидит у ног Иисуса. Ученичество – чисто мужское дело. Да, да, безусловно. То есть, она не могла там присутствовать и сидеть. И если, опять же, контекст Нагорной проповеди посмотреть, то мы увидим, что Христос вроде бы ее обращает ко всему народу, но она носит оттенок, такой гендерный оттенок. То есть, если посмотрел на жену брата твоего с вожделением, прелюбодействовал. То есть, так, из подволь между строк подчеркивается, что в первую очередь он обращается к мужчинам, как к ученикам. Мужчина, как научившийся, должен это принести в семью. Мария, которая садится, сестра Марфы, садится у ног Христа. Она выполняет роль ученичества, что тоже нонсенс и парадокс. Новая роль, да, новая роль женщины, как, в общем-то, как личности, как человека. Она вот прописывается уже на страницах Евангелия и раскрывается в истории, как то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Плоды Христова служения, его деяния, они усваиваются в теле истории. То есть, это не происходит единовременно, это происходит в каждую историческую эпоху, обусловленную культурным контекстом по-новому и по-своему. Но то, что мы уже имеем как достижение, вот уровень европейской нравственной и социальной культуры, что женщина, ребенок, это личность, это самостоятельный участник общественного процесса. Правда, в эпоху стекуляризации это приобретает и гипертрофированные формы уже в ювенальной юстиции, феминизма. Но, тем не менее, изначальный посыл, он благой, он гуманистический, в лучшем смысле этого слова, человеколюбивый, христианский. Это плоды, безусловно, Христово служения и его откровения нам, земнородным. Ну, тут тоже надо сказать, еще и пример вспомнить про ребенка, которого Христос вдруг из толпы выделяет, ставит в пример и говорит, что вот если не будете, как дети, не сможете войти в Царствие Небесное. Тоже, опять же, раз. И вот все то, что сейчас имеется в виде каких-то текстов культурологических, ну, наверное, самый известный, что касается детства, это Хейзинга, Хомо Люденс, Человек играющий, где речь идет именно о культуре детства. Это побочный продукт христианской этики, христианской проповеди и то, что вообще как-то раз и взгляд приковался к тому, что у ребенка есть какая-то жизнь, то есть это не маленький взрослый, вот, с которого там надо спрашивать, а что определенным образом он эту жизнь проживает. И сложился целый корпус психологических книг по психологии детства, деление на возраста, начали очень пристально изучать и этот вопрос в том числе. Это, еще раз повторю, побочный продукт христианской проповеди. Ну и, наверное, тот факт, что Христос, опять же, в то время развестись была прерогатива исключительно мужская и по любой причине Христос ограничивает мужской деспотизм, граничащий откровенно с произволом, когда он может выгнать жену просто за пересоленный суп. Вот, мы находим это и в том числе в толковании, в Талмуде, толковании к священному писанию, к закону, вот, некие такие радикальные уже практики. Христос берет, ограничивает и возвращает некие личностные права женщине. И, ну, в конечном итоге апостол Павел лучше всего это выделит, выскажет, вернее, в своей фразе, что во Христе нету иудея, елена, мужеского пола, женского, в том смысле, что в глазах у Господа Бога каждый приобретает статус, вес и каждый ценен. А вот с точки зрения, ну, например, политического мироустройства, что произошло, как вам кажется, ну, понятное дело, что за 25 минут мы всего обсудить не сможем, но самое значимое может быть. Что произошло, что расставило некие приоритеты и вернуло людям, ну, может быть, некие утраченные статусы? Ну, в общем-то, мы даже вот с позиции своей русской истории можем говорить о том, что отмене рабства русского фактически всего 150 лет. То есть это, ну, 10-15 процентов всей русской истории государственной свободное гражданство большинства населения. Если мы до этого говорим о каких-то культурных реалиях, гуманистических, о русской литературе классической, это все, собственно говоря, культура не большинства, а меньшинства, то есть чем жило, какими нравственными нормами, какими культурными нормами большинство населения, которое, в общем-то, было крепостным крестьянством, рассуждать сейчас очень сложно. Есть исследования на эту тему, они сейчас появляются, однако же, тем не менее, вот происходят революционные процессы включения раба и несвободного в культурное поле. Естественно, по принципу среднеарифметического оно в итоге как бы страдает, утрачивает максимы, но мы видим процесс его акцепции, рецепции все равно так или иначе большинством. Пусть там в каком-то разбавленном, минимализированном виде, но это происходит, и это, безусловно, последствия евангельского гуманизма. Потому что мы клеймили это слово, гуманизм, эпохой просвещения, возрождением, ренессансом, но, тем не менее, истоки гуманизма, и сейчас об этом говорим не только мы, священнослужители, можно так сказать, замотивированные конфессионально, об этом говорят культурологи. Это евангелие, это евангельское послание миру, безусловно. Вот все те процессы уравнивания в правах и не только избирательного права, но и каких-то социальных гарантий всего, как идеи. Может быть, это не везде доходит до практики, далеко не везде, но как идеи на уровне права, на уровне политического устройства это прописано, и это культурно-нравственная революция, и, безусловно, ее причина Евангелия. В этой связи просто тоже хочется подтвердить это евангельскими событиями. Сразу вспоминается Тайная вечеря, сразу вспоминается омывание ног учеников, когда Христос говорит, вы меня называете учителем и Богом, и правильно говорите, я именно это. Ну так вот, если я учитель и я, Бог ваш, умываю вам ноги, вот, вам. Тут тоже для наших телезрителей, наверное, надо, как сказать, пояснить, что, например, в толковании Ветхого Завета, закона, шло особое указание. Раб, если он у тебя присутствует, должен быть освобожден от того, чтобы мыть тебе ноги. Это унижает его достоинство, это унижает его лицо, он может выполнять какую угодно работу. Ты можешь его просить, пасти стада, можешь просить все, что угодно, чтобы он тебя заставляет, и тогда принуждать. Но ты не имеешь права принуждать его мыть ноги тебе, потому что это уже унижение человеческого достоинства. А здесь Христос это берет и делает добровольно, и, опять же, двумя такими красными чертами подчеркивает, что основной принцип евангельского служения — это служение друг другу, служение самоотверженного, служение требующего полного такого иногда даже в чем-то самоотречения, именно по той причине, что сам Господь это сделал по отношению к людям, унизился даже ниже планки раба, то есть умыл ноги людям. Еще один момент, мне тоже кажется, он важным. Произошла деммифологизация персоны императора. Вот, то есть, опять же, вспоминается вот этот вот случай с податью Кесарю. Немногие, опять же, здесь прочитывают контекст. Дело в том, что на монете, которую Христос показал, на которой было действительно изображение императора Кесаря, там еще было написано, что он сын Божий, ну, сын Бога, представитель, так сказать, наместник Бога на земле. И когда Христос говорит, что «отдавайте Кесарю Кесарева, а Богу Богово», Христос два этих статуса разъединяет. То есть, Кесарю как человеку монету, но не как Богу ему эта монета отдается. Поэтому, и в этом смысле, мы опять же видим, как происходит, ну, на примере императора Константина, наверное, в первую очередь, а потом и последующих императоров, как в них это постепенно горделивая такая вот, ну, что, собственно, по статусу им положено, да, высокая спесь, что они император, мы император, его величество, там, и так далее, сужаются. Мне бы еще хотелось успеть сегодня обсудить еще одну очень важную вещь. Мы ее с вами проговорили до эфира, и мне кажется, это тоже очень важная тема, потому что, ну, до эфира мы с вами, опять же, сказали, что, к сожалению, она, эта вещь, эта способность все более и более умаляется и исчезает. Мне кажется, Христос еще и, кроме всего прочего, возвращает человека к некому самоанализу и некой рефлексии, вот, которая сейчас не в части у современного человека, человек, который живет автономно, зачастую даже механически, вот, ну, или там понакатанный, как удобно слово подобрать. Вот, с точки зрения вот этого анализа себя самого, что Евангелие нам говорит и что Христос, собственно, привносит? Он регулярно на что-то обращает внимание, мне кажется, нечто, на что он обращает внимание, ускользает от нашего взора, то есть мы как-то очень легко отказываемся, ну, вот, эти призывы евангельские замечать. Вы вот конкретнее о чем сейчас? Какие именно призывы? Ну, например, призыв к ответственности, призыв к некой мужественности, призыв... Христос постоянно, например, обращает внимание на то, что не бойтесь, пусть отсутствует у вас страх, но этот страх, опять же, присутствует в нас тогда, когда отступает некое, как сказать, вот то самое призвание Божие, когда оно меркнет, когда человек не доверяет Богу. Мы в наших передачах неоднократно касались, что верить в Бога – это некая нижняя планка. Необходимо верить Богу, и Евангелие об этом регулярно напоминает и говорит. И вот, ну, для того, чтобы верить Богу, должна проводиться какая-то внутренняя работа. Ну, давайте оттолкнемся от таинства исповеди, которое появляется, таинства покаяния, которое на самом деле отсутствует в любых других религиозных системах, именно как некая мистерия, некое таинство встречи человека с Богом. Человек может переосмыслять, может быть, даже где-то себя, но именно такой возможности приносить покаяние, и Христос, собственно, с этого свою проповедь начинает. Он приходит и говорит «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот покаяние, как в том числе вопрос вот этой вот рефлексии, анализа, разворота коренного метанои, перемены ума, что должно произойти в человеке. Потому что, мне кажется, это для современного христианина вообще зачастую некое открытие, откровение. Да, наша вообще, конечно, трагедия, вот, собственно говоря, русского церковного православия, то, что мы уснули, наверное, даже не в начале XX века, а где-то в XIX, как церковь, осмысляющая себя в окружающей действительности. То есть вот та даже реальность отмены крепостного права и вхождения огромного количества населения в равноправные отношения гражданские, она не была достаточно отрефлексирована богословски. И вынужденный сон этот наступает, порабощение, ограничение свободы мысли и всего церкви. И тут мы просыпаемся, в общем-то, уже в такую культурную революцию дикую. И сейчас уже постмодерн, и развитие технологий, и, в общем-то, подмена, зачастую, обусловленность человеческого выбора, свободного огромным количеством социальных факторов, то есть уже информационное пространство, сверхгосударство, какие-то глобалистические процессы, которые, казалось бы, уже полностью обуславливают наше бытие. И личность, выделенная земельным наделом, физическим трудом, семейством, без которого невозможно выжить, чтобы свой надел обрабатывать, она резко за век, особенно в христианском осмыслении, там-то исторически это плавно происходило, относительно плавно в христианском осмыслении, то есть раз, и мы видим человека уже не крестьянина, человека-грожанина, и причем в массе своей населяющего мегаполис в огромных скоплениях, домов и социальных сообществ всяческих. И здесь вот сам рефлексия личности, она, безусловно, становится очень отягощенной кучей проблем вот этих вот факторов, то есть кто я, где вообще мое место, что от меня зависит, что я могу решать на самом деле. Вот, то есть, ну, все же движутся как-то, и вот эти процессы, они обусловлены, и маршруты проложены, собственно, о чем говорить, как я могу поступить иначе. И вот русская церковь учится, вновь учится на современном этапе, историческом, культурном, выполнять свое первичное предназначение, нести миссию, нести Слово Божие на том языке, на котором его способны сейчас услышать. Имеется в виду культурный язык, я не прорусский, церковно-славянский, а на языке тех культурных, социальных реалий, которых мы имеем на данный момент. И в ангельское благовестие, может быть, только так донесено, собственно, что и делает Христос, как вы справедливо заметили, что не с небес вещает, скажем, на том же языке Корана, например, непонятным и недоступным, а становится максимально близким, приближенным к человеку современному. И актуализация евангельского послания происходит на каждом культурном этапе. Сейчас, о чем вы говорите, действительно очень сложно. Опять обратиться к личности, к индивидууму, к ипостаси, к свободной воле, к саморефлексии здоровой, неболезненной, которой занимается огромное сообщество психотерапевтов и всего, а к здоровой такой оценочной саморефлексии, это действительно очень сложно. Отец Алексей, ну, хотя бы наметили мы для пути, для дальнейшего осмысления сегодня поднятых вопросов. Я благодарю вас за то, что приняли участие в нашей передаче. Еще раз поздравляю вас с Рождеством. Спасибо большое. И вас, дорогие друзья, мы поздравляем с Рождеством Христовым. Надеюсь, что вот некоторые смыслы мы сегодня разъяснили, что Христос действительно приходит не просто даже ради себя или ради конкретной какой-то общины апостолов, приходит ради всего человечества, и мы действительно несем до сих пор следы его служения, его проповеди в нашей культуре. Храни всех вас Господь! С праздником! Редактор субтитров А.Семкин